Алло. Добрый день, Дмитрий Евгеньевич. И вам только добрый день. Дмитрий Евгеньевич? Я вас слушаю. Дмитрий Евгеньевич, это вы, я к вам верно? Совершенно верно, совершенно верно. Кто вы? Меня зовут Марченко Наталья Александровна, финансовое агентство по сбору платежей, информирую вас о записи наших переговоров. Звонок по поручению банка Русский Стандарт. По вопросу вашей задолженности. А что, если я против, что запись разговора проводится? Вот я против. Дмитрий Евгеньевич, запись разговора ведется с целью контроля качества. А мне все равно. Мне плевать на контроль качества, я не хочу, чтобы запись велась. Сумма вашей задолженности по состоянию на 25 июня составляет 621 865. Скрипт нарушил, да? Дмитрий Евгеньевич, вы сумму задолженности свою услышали? Да. Для вас действует акция по отменению устойки. Эту информацию я вам сообщу позднее. Давайте сверим вашу контактную информацию. Сообщите вашу контактную информацию. Запись разговора выключите. Запись разговора выключите и сообщу. Ничего выключаться не будет, Дмитрий Евгеньевич. А что это вы так? Кто вам такие полномочия дал? Сообщите от темы. Сообщите вашу контактную информацию. Согласно условиям договора вы обязаны информировать кредитора об изменении своих персоналов. Да, я сообщил кредитору. Вам сообщать это не намерен. Если вы с кредитором работаете, пожалуйста, докажите мне, что у вас есть эта информация об изменении моего места жительства. Сумма вашей задолженности. Почему вы не ответили на это июня? Голос не повышайте. 621 850 рублей 91 копейки. Откуда она взялась? Время не решайте. Вопрос с долгом. У вас срок задолженности 584 дня. Дмитрий Евгеньевич. И что теперь? Ежедневная неустойкость составляет 0,2%. И что теперь дальше? Начисленная вам была неустойкость, сумма долга увеличилась. Это только слова. Это только слова. Если вы на время не решаете вопрос с долгом, кредитор готов пойти вам навстречу и предоставляет возможность решить вопрос с погашением задолженности на выгодных для вас условиях. Что ж там за условия такие выгодные? Готов простить вам часть суммы задолженности. Вам необходимо оплатить только 341 161 рубль 19 копеек. То есть при том, при всем, что я брал 200, да? Вот это добрый банк. Вот это банк. Вот это добрячок. Дмитрий Евгеньевич, вы подписывали кредитный договор и соглашались с начислением неустойки. Вы не своевременно оплачивали. А что вы мне ответите на то, что договор в 10 пунктах не соответствует действующему законодательству? Условия этого договора вообще можно не выполнять. Условия этого договора можно вообще не выполнять. Потому что он противоречит действующему законодательству. Вы что-то не сказали, когда вы брали в банке денежные средства? Я это не сразу увидел. А банк воспользовался. Я ему написал письма. Так, давайте вернемся. С предложением. Почему? Почему? Вы говорите, надо было обращаться. Я вам говорю, я обратился письменно к кредитору. Предложил изменить условия договора. Подождите. Вы будете слушать правду. Вы будете слушать правду. Я обратился к кредитору и предложил изменить условия договора. После этого я готов был сразу закрыть полностью сумму долга. Кредитор мне сказал, до свидания. И я ему тоже сказал, до свидания. Точнее, прощай. Договор будет выполнен только в том случае, если он начнет соответствовать действующему законодательству. Иначе я его выполнять не буду. Это мой шаг в сторону кредитора. Теперь я жду шаг банка. То, что он передал это на взыскание. Горе взыскателям, по прошайкам, телефонам. Вам же сказать. Я готов. А что же я сейчас делаю? А что же я... Да зачем мне с ними? Я свою точку зрения высказываю. До свидания. Дурочка, до свидания. Кто вы такие? Какое вы отношение имеете к кредитору и ко мне? Бесплатные. Вы сдурели 600 тысяч. Бесплатные. Нашли себе бесплатные звонки. Ничего себе. Бесплатные. Скрипт закончен. Говорить нечего. Алло. Добрый день, Дмитрий Евгеньевич. Я вас слушал, кто это. Меня зовут Пикуль Глимс Сергеевич. Финансовая агентство по сбору платежей информировалось, потому что переговоры записываются. Дмитрий Евгеньевич, верно к вам обращаюсь? Совершенно верно. Звонок по поручению Банка Русский Стандарт по вопросу вашей задолженности. У вас имеется продукт, виза, гол, золото. После остального 25 июня сумма задолженности у вас составляла 621 850 рублей 91 копейка. От кредитора для вас имеется предложение, вам предлагают оформить реструктуризацию. Вы согласны на это предложение? Нет. Почему? Не хочу. Не хотите? Принимать предложение непонятных лиц. Вы отказываетесь общаться с нашей компанией? Конечно, правильно догадываешься. На какой причине вы тогда не появляетесь в отделении банка? Не хочу. Зачем туда появляться? Отказываетесь в топлах, да? Слышишь, слушай сюда еще раз. Очередной там... Да не слышишь, это на веб. А почему, Дмитрий Евгеньевич? Почему? Учитесь общаться, Дмитрий Евгеньевич. Я умею общаться с нормальными людьми.